Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу «Актуальное интервью» в студии Максим Мельников. Считается, что в новогоднюю ночь сбываются все мечты и желания. А вы когда-нибудь хотели начать в Новый год семейную жизнь? Если да, то вам повезло. Теперь у жителей Подмосковья появилась такая возможность. Подробнее об этом и многом другом сегодня узнаем от Татьяны Викторовны Каменевой, начальника Красногорского управления ЗАГС. Здравствуйте, Татьяна Викторовна! Добрый день! Ну что же, смотрите, Татьяна Викторовна, вчера состоялась пресс-конференция начальника главного управления ЗАГС Елены Филатовой, на которой она как раз и представила уникальную акцию по поводу бракосочетания в Барвихе в новогоднюю ночь, где желающие, как я уже сказал, могут зарегистрировать брак. А знаете какие-то подробности? Подробностей я не знаю, но для того, чтобы зарегистрировать брак в новогоднюю ночь, как минимум нужно подать заявление, не позднее, чем за месяц. Поэтому желающие торопитесь сделать это. То есть, если кто-то желает, тот может прийти в наше управление ЗАГС и не в НЛОШ. Ни в коем случае. Нужно подать заявление именно в Барвихенский отдел. Именно туда? Именно туда. Понятно. Как можно узнать контакты, адреса, телефоны? То есть, куда обратиться? На сайте главного управления ЗАГС Московской области вся информация предоставлена. Понятно. Замечательно. Ну тогда давайте уже, раз мы начали говорить про браки, А как часто вообще жители нашего района хотят завести семью? Каково количество браков зарегистрировано с начала года? Регулярно наша молодежь и другого возраста, поколения постарше приходят нам для того, чтобы подать заявление на создание семьи. И таких желающих не стало меньше, чем, допустим, в прошлом или позапрошлом году. На сегодняшний день уже 1500 браков мы зарегистрировали. И если учесть, что около 1800 в прошлом году мы зарегистрировали браков, на эту же цифру и чуть больше мы выйдем в этом году. Скачка большого нет, но на этом же уровне этот год мы закончим. Так желающие есть. Понятно. Ну, все браки заключаются именно жители нашей страны? Или все-таки есть браки, может быть, с иностранными гражданами? Конечно. По нынешнему законодательству зарегистрировать брак граждане любого государства могут в любом органе ЗАГС. И мы не исключение. Конечно, приоритет и больше всего наших жителей подают заявление на регистрацию брака, потому что им нравится наш брак, у нас хорошая обстановка и атмосфера, и комфортно, и для молодоженов нравится наш торжественный зал. Поэтому с заявлениями к нам обращаются часто. Но жителей иностранных государств обращается в том числе также много. Около 35% иностранных граждан регистрируют свои отношения семейные в нашем ЗАГСе. И дальнего, и ближнего зарубежья. Вот совсем недавно приходил гражданин Франции, Италии. Я уже не говорю о ближнем зарубежье. Скажем так, вы говорите Франция, Италия. Это мужчины и женщины? Франция мужчины. В основном мужчины. В первую очередь мужчины. То есть наши женщины выходят замуж за иностранных граждан. Понятно. Если брать жителей не Красногорского района, то, как я понял, они также имеют право и заключают браки в Красногорском отделении ЗАГС. А как много таких желающих, которым нравится наш зал бракосочетания? К нам обращаются жители и Истринского района, и Одинцовского района, и ближней Москвы. Вот Митин, Астрогино очень часто к нам обращаются. Дальние районы, может быть, чуть реже, но, тем не менее, там, где фактически люди живут, они и обращаются в орган ЗАГС по месту своего фактического места жительства. Понятно. Так что биография широкая. Да. Не биография, а география. География, извините. Да, ничего страшного. Татьяна Викторовна, вы сказали о том, что браков, ну, может быть, чуть-чуть больше заключается, нежели это было в прошлом году. Ну, пока, во всяком случае, такая тенденция. А что касается разводов, да, здесь тенденция такая же на увеличение или, наоборот, на уменьшение? В этом году, в текущем году, к сожалению, вот все цифры приблизительно на уровне прошлого года. Резких скачков каких-то не получится у нас. И расторжение брака также где-то в пределах 800 актов записи у нас состоится к концу года. Но это составляет практически 50% от браков. Чуть цифра снизилась вот за текущий период по сравнению с прошлым годом. Ну, в целом, это около 50% от браков. А статистика, вот эти вот 50%, эти 800 разводов, разводятся, распадаются семьи, в которых уже есть дети или семьи без детей? Нет такой статистики? Не ведете? Нет. Конечно, есть такая статистика. И где-то около 25% оформляют расторжение брака через орган ЗАГС, что предполагает отсутствие детей. Ну, а остальные все, к сожалению, с детьми. Понятно. Есть также, я знаю, что ЗАГС следит за количеством вот как раз новорожденных детей. Какова рождаемость? Сколько у нас появилось новых жителей район? Ну, на сегодняшний день уже более 2500 зарегистрировано рождений. В прошлом году за год было 2800. Так что мы, конечно, на эту цифру обязательно выйдем и, наверное, превысим ее. Поэтому с рождаемостью в районе у нас все в порядке. Она превышает, как бы, уровень и прошлого года, и превысит в этом году обязательно, и смертность в том числе. Ага. У нас, как в песне по статистике, на 10 девчонок 9 ребят. Или же по-другому? Сколько мальчиков, сколько девочек? Цифра приблизительно одинаковая по полу. Мальчиков и девочек. То есть, в общем-то... Ну, вот где-то 1250 мальчиков и столько же девочек. Ну, вот смотрите, опять же, на пресс-конференции, которая вчера прошла в главном управлении ЗАГС, Елена Филатова отметила, что нынешняя молодежь старается возродить народные традиции. Но, в частности, это касается выбора старинных русских имен для своих детей. Вот такая тенденция, она в нашем районе также сохраняется или нет? Да, в нашем районе прослеживается эта же тенденция. Поскольку у нас один из районов Московской области, где рождаемость все-таки на высоком уровне, на высокие цифры. И поэтому статистика с общей областной, она совпадает. Популярные, пользуясь уже случаем, я назову имена в текущем году, остаются Александр, Артем, Иван, Мария, Виктория, Анна. И вот русские имена, они возвращаются и имеют место быть вот среди имен, которыми нарекают родители своих малышей. Елизавета, Екатерина, Варвара, София, Валерия. Вот такие имена среди девочек, среди мальчиков Григорий, Степан, Тимофей, Глеб, Егор, Никита, Михаил, которыми пользуются родители и нарекают своих детей. Ну, а какие-нибудь имена, ну, скажем, совсем нестандартные. Ну, вот смотрите, появилось и не единичные случаи мужского имени Савва, Яков, Елисей, Нил. Да, среди девочек, ну, может быть, это не совсем русские имена, но такие вот необычные, Мирослава, Аврора, Оливия, Ника, Николь, Милания, Ева, Мишель. Я брала статистику семей российских, где мама и папа русские граждане, российские граждане. Ну, а много ли, например, граждан, которые пожелали сменить имя или фамилию? Есть такие вообще? Есть, конечно, и с каждым годом эта цифра тоже увеличивается. А с чем это связано, интересно? С желанием начать новую жизнь. Понятно. Приходит к нам и молодежь. Дань моды, может быть? Возможно, и моды. У всех разные обстоятельства. Кто-то возвращается на свою родовую фамилию, или там кто-то решил взять совсем нестандартную фамилию. Вот, например, молодой человек 20 лет поменял свою фамилию на фамилию Седьмой. Седьмой? Да. Как интересно. А почему? Ну, ладно, я думаю, что это, в общем-то, его личное дело. У него есть право выбрать любую фамилию любого гражданина Российской Федерации, выбрать любую фамилию, поменять имя и отчество в том числе. Поэтому вот такие исследования, почему это происходит, мы, конечно, не совсем вправе проводить. Но если граждане делятся со своими какими-то вот такими проблемами, ну, чаще всего озвучивают, кардинально поменить жизнь хотят, или возврат к своей родовой фамилии. Такое тоже случается. Ну, и сколько получается вот таких? Ну, около 200 граждан обратились к нам с этим вопросом. К концу года вот эта цифра, наверное, и останется. То есть имя и фамилию? Либо фамилию, либо имя, возможно, и отчество. Ну, хорошо. А что для этого нужно сделать, если, например, я хочу поменять имя или фамилию? Обратиться в орган ЗАГС по месту прописки в паспорте, предоставить соответствующие документы, и ваше заявление в органе ЗАГС будет рассмотрено в течение месяца или от месяца до трех. Так позволяет закон. А отказать органы ЗАГС вправе? Практически нет у нас такой возможности. Вы сказали о том, что, ну, в общем-то, как и было у нас в последнее время, такая тенденция, что рождаемость превышает смертность. И в этом году, я так понимаю, это не исключается. Не исключается. Вот в сравнении, да, сколько у нас рождений, сколько смертей. То есть каково соотношение? Ну, вот если на сегодняшний день уже две с половиной тысячи рождений зарегистрировано, то смерти 1500 зарегистрировано. Она снизилась в этом году, смертность замечательно. И в конце года как бы сильно не увеличится, поэтому, мне кажется, по сравнению с прошлым годом она уменьшится. А много ли жителей появилось тех, которые не родились в Красногорске, да, а приехали откуда-то, потому что все-таки наш район застраивается? Конечно, застраивается. И очень много жителей, которые приобретают здесь жилье. И таких жителей, конечно, очень много. И вот с переменной имени в основном обращаются граждане из новостроек. Я знаю, вот мы в самом начале поговорили с вами о акции в новогоднюю ночь, которая будет проходить в Барвихе. Но я знаю также, что масса других мероприятий проводится в Красногорском управлении ЗАГС. Да, это и именно речение, это и чествование супружеских пар, которые прожили 50-е более лет. Вообще, вот в плане таких мероприятий, как часто они проводятся? Как вообще выбираете тех, кого приглашаете к себе в ЗАГС и кого чествуете? Ну, вы знаете, у нас достаточно активное население в нашем районе. Чаще всего люди обращаются сами. И эти мероприятия мы проводим совместно с администрацией, социальной защитой. Поэтому информация от них поступает так же. И желающие прийти на эти праздники, мы с удовольствием их приглашаем. Периодичность ежеквартально мы проводим подобные мероприятия. Но, к сожалению, несмотря на то, что зал у нас красивый, но очень много народа мы пригласить не можем. От 10 до 12 пар мы всегда приглашаем. Поэтому больше 10 семей, извините, 80 семей мы поздравили в этом году. Еще праздник будет у нас в конце ноября. Мы будем честовать родителей с рождением их детей. А в декабре супружеских пар ждем у себя в гостях. И еще один важный момент, который в своей пресс-конференции отметила Елена Филатова, это повышение уровня комфортности получения государственных услуг. А как это выражается в Красногорском районе? У нас руководитель новатор, конечно, и очень много новшеств проходит под лозунгом по ее инициативе. Это и автопробеги, это и регистрация в один день в ЗАГСе и в церкви. Вот 10 районов и культурных центров, где утверждены уже, рассмотрен этот вопрос, и где будет проходить регистрация молодоженов. То есть расширяется активно спектр таких новшеств. Не в ЗАГСе, а именно где-то, может быть, в какой-то... Ну, как, допустим, у нас в Архангельском раз в году проходит в честь Дня города, такие же будут регистрации в других районах. Новшества. Да, большое внимание уделяется комфортности, качеству обслуживания. Информаты установлены практически во всех районах, и у нас в том числе. Это очень удобно граждане, когда приходят к нам на регистрацию, и если вдруг все-таки очередь небольшая присутствует, у них есть возможность изучить по информату информацию, которая необходима им по тому или другому вопросу. А какие-то терминалы, например, для оплаты пошлин также присутствуют? Установлены, установлен буквально вот два месяца тому назад у нас тоже установлен терминал. И жители, конечно, очень, граждане очень довольны этому факту, потому что не нужно искать какой-то сбербанк для того, чтобы сходить и оплатить туда госпошлину. Это удобно для граждан. Так что этот вопрос у нас тоже решен. Ну что же, спасибо большое, Татьяна Викторовна, за то, что нашли время, пришли, поделились, на мой взгляд, очень полезной информацией со мной, ну и, конечно же, с нашими телезрителями. Дорогие друзья, я напоминаю, что сегодня в гостях у нас была Татьяна Викторовна Каменева, начальник Красногорского управления ЗАГС, главного управления ЗАГС Московской области. Еще раз спасибо. Дорогие друзья, для вас сегодня в студии работал Максим Мельников. До свидания и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok